Сочи состоялось заседание комиссии по благоустройству пляжей. Нарушителям дали три дня на работу над ошибками. Такую жару не выдержал даже механизм. В районе Макаренко сгорел автомобиль. Хотел подзаработать и заработал себе статью. В Сочи задержан вор уличных опор освещения. Первенство Сочи на призы Евгения Кафельникова стартовало сегодня. Награды разыгрывают 100 юных теннисистов. Кубанские аграрии готовятся к уборке озимой пшеницы. Комбайнеры на поля выйдут уже через пару дней. По предварительным прогнозам, из-за непогоды урожай в целом по стране будет ниже запланированного. Чтобы узнать, какой будет жатва в Краснодарском крае, Вениамин Кондратьев вместе с учеными и аграриями, выехал на поля Добелийского района. В среднем хозяйство края могут убирать до 100 тысяч гектаров в день. Урожай на Кубани должен быть не меньше прошлогоднего, поставил задачу глава региона. Для этого нужно набрать хороший темп работ, чтобы не допустить потерь зерна и вовремя закончить компанию. Такая пшеница, которая сегодня, вот здесь на наших сегодня ладонях, конечно, рекордная. Первые обмолоты обнадеживающие, потому что 60, 65, 72, 74, 80 сообщают нам отовсюду, со всего края. Как на Кубани говорят, что криком земля не пашется. Вот таким умением, лаской, трудом, потом. Вот только так такой урожай создается. Подробнее об уборочной кампании говорили уже на совещании. Аграриям культур. В Сочи состоялось заседание городской межведомственной комиссии по благоустройству пляжей. На совещании были представлены результаты мониторинга рабочей группы в каждом районе города, сообщает администрация курорта. Проверки выявили нарушения в части благоустройства, обеспечения безопасности, правил торговли и соблюдения трудового законодательства. На заседании заслушали всех нерадивых пользователей пляжных территорий. Больше всего нареканий у набережных Лазаревского района, пляжей Морской Бриз, Усуда Верфи, Взморье, Лагуна, Солоники-2, Лао. В Центральном районе в числе нарушителей пляжи Альбатрос имени Мориса Тореза, Фазотрон, в Хосте Красный Штурм, в Адлере пляжи Мзымта, Арфа и Парус. Для исправления нарушения установлен трехдневный срок. Если они будут выявлены вновь, договоры с арендаторами расторгнут. Жару не выдерживают даже машины. Накануне вечером на подъеме с улицы Пластунская к микрорайону Макаренко загорелся автомобиль. ЧП произошло примерно в 18 часов. Причина – неисправность электропроводки. Как пишут очевидцы, пожарные прибыли на место через 10 минут. Потушили быстро. Обошлось без жертв. Автомобиль, конечно, восстановлению не подлежит. Украсть фонари в центре города попытался местный житель, но был застигнут на месте преступления. Патрулируя улицу Орджоникидзе, сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину, который скручивал опоры фонарей. Он попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. В кабинете следователя 42-летний сочинец пояснил, что на преступление его подтолкнуло тяжелое материальное положение. Металлические опоры мужчина планировал сдать в пункт приема металлолома. Одна стойка, по его словам, принесла бы ему больше полутора тысяч рублей. Но вместо денег сочинец получил статью. За кражу возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. С 1 июля российским семьям стало проще купить машину. Начали действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома. В числе кредитных программ семейный автомобиль и первый автомобиль, рассчитанные на определенные сегменты покупателей, сообщает газета.ру. По условиям обеих программ цена покупаемого автомобиля не может превышать 1 миллион 450 тысяч рублей. А максимальный срок действия кредитного договора ограничен тремя годами. При этом льготный кредит, который также может распространяться на страховку автомобиля, клиенту готовы выдать без первоначального взноса. Ставка банка по базовым условиям автокредита в рамках этих программ уменьшается на скидку 6,7%. Чтобы получить скидку, нужно предъявить водительское удостоверение, а также иные документы. В частности, для программы семейный автомобиль необходимо подтвердить наличие двух или более несовершеннолетних детей. А вот при покупке своей первой машины никаких дополнительных бумаг предоставлять не требуется. Организация самостоятельно проверит информацию через бюро кредитных историй. Новые программы «Российский тягач», «Российский фермер» и «Своё дело» разработаны для представителей малого и среднего бизнеса. Эти программы стартовали также 1 июля. Количество стобальников в этом году увеличилось. Таковы результаты ЕГЭ практически по всем предметам. Показать объективные итоги удалось благодаря прозрачному проведению аттестации во всех регионах. Об оценке качества образования в эти дни говорят на межрегиональной отраслевой конференции в Сочи. Тему продолжит Татьяна Говоркова. Уже четвертый год единый государственный экзамен проходит максимально объективно. Это отмечает Федеральная служба по надзору и Министерство образования и науки. Жесткий контроль в пунктах проведение экзаменов и стопроцентная оснащенность аудитории камерами видеонаблюдения дают хорошие результаты. Выпускники теперь полагаются только на свои знания, а не на шпаргалки или помощь педагогов. Однако результаты аттестации других контрольно-проверочных работ – это показатель успеваемости не только отдельного ученика, но и всей школы, отметила Ольга Васильева. Таким образом, региональные министры должны давать оценку школам и решать, где необходимо уделить внимание повышению профессионального уровня педагогов. В связи с этим Ольга Васильева говорила о важности возобновления наставничества, появлении методических кабинетов и институтов профмастерства. Кстати, до конца года планируется разработать и утвердить новые учебно-методические комплексы. Коллегиально в ходе конференции рассматривают и другие актуальные проблемы и решают вопросы перспективных направлений отрасли образования. И, как отмечает Федеральная служба по надзору, в этой части хорошие результаты показывает Краснодарский край. «Достаточно высокое качество образования. И мы ряд идей, предложений, которые рождаются в Краснодарском крае, берем на федеральный уровень. Поэтому здесь можно только дать положительные характеристики Краснодарскому краю, новому министру образования Краснодарского края, с которым мы активно взаимодействуем». В этом году в ряде регионов было реализовано одно из предложений Краснодарского края. Печать экзаменационных материалов непосредственно в пунктах сдачи ЕГЭ позволила сократить время на обработку результатов. В итоге выпускники узнали о количестве набранных баллов по русскому языку и ряде других предметов на пять дней раньше. «Мы идем в ногу с Министерством образования и науки Российской Федерации, Рослабородзором, делаем все более прозрачные процедуры ЕГЭ, участвуем во всех пилотных проектах, которые нам предлагают, и надеемся, что действительно находимся в разряде флагманов. Вы же знаете, что 50% всего пунктов проведения экзамена печатали контрольно-измерительные материалы в аудиториях, но в перспективе переход на все 100%. Перейти на такую технологию планируется уже в следующем году, тем более, что есть возможность обеспечения всех пунктов сдачи ЕГЭ соответствующей техникой. Обсуждать вопросы повышения качества образования участники конференции будут в течение двух дней. Все идеи и предложения учтут при формировании новых образовательных стандартов. Депутат Госдумы Константин Затулин предлагает снизить предельную ставку курортного сбора до 50 рублей. В целом же народный избранник от Сочинского округа внес в принятый в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае больше 20 поправок. О них журналистам Затулин рассказал на пресс-конференции. Все подробности в нашем следующем материале. Законопроект о курортном сборе в первом чтении был принят в конце июня. При подготовке документа ко второму чтению депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин внес в проект 28 поправок. Наиболее важное он сегодня озвучил журналистам. Первое. Предельную ставку курортного сбора депутат предложил снизить до 50 рублей за сутки. Кроме того, Затулин предлагает к 23 льготным категориям добавить и тех, кто приезжает на курорт не отдыхать, а работать. В соответствии с законопроектом правительства в субъекте Российской Федерации должен быть создан фонд развития курортной инфраструктуры, куда поступают деньги, должны поступать деньги от курортного сбора и они в дальнейшем должны перераспределяться на нужды развития курортной инфраструктуры. Я предлагаю 80 процентов собираемого курортного сбора оставлять в распоряжении города муниципального образования, в данном случае города Солич. С тем, чтобы он тратил их на нужды города. Ну а в край будет уходить 20 процентов от сборов. Затулин считает, что если поправки будут приняты, то курортный сбор уж точно никак не повлияет на турпоток в город и принесет солидную сумму на его развитие. Планируется, что эксперимент заработает с 1 января 2018 года. Еще один острый сочинский вопрос – это вывоз отходов. Местные свалки рекультивированы, но принцип ноль отходов дает сбои. Отходы приходится вывозить за сотни километров по неприспособленным для этого дорогам. Для города это дорого, тяжело и неэффективно. Выход – строительство современного мусороперерабатывающего завода, считает Затулин. Уже решена госкорпорация «Ростехнология» по проекту «Чистая страна» за собственные средства построит пять заводов. Четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Есть и предварительная договоренность, что в проект включат Сочи и Крым. Специальная льгота для владельцев этих заводов, которая позволяет им продукты переработки мусора, электроэнергию, которую мусор превращается, продавать на конкурентных условиях нашим электрическим сетям. В предприятии замкнутые циклы, ничего не выбрасывается в атмосферу. Это я хотел бы сказать. Частота, скажем, в трубах этого завода воздуха выше, чем на улице. По нашим подсчетам, снижение выброса диоксина в сочинскую атмосферу в результате построения этого завода снизится в 143 раза. Подобные заводы – это теплостанции, которые работают на отходах. Такую технологию применяют 40% заводов в Евросоюзе. Затулин показывает фото подобных сооружений из серии «Ожидание и реальность». Планируемый завод будет больше похож на архитектурное сооружение. Его мощность – 550 тысяч тонн мусора в год. Сегодня из Сочи вывозится порядка 350 тысяч. Завод, если Сочи войдет в проект, будет построен в Лазаревском районе, но не раньше 2021 года. Этот вопрос в середине июля в Сочи будут обсуждать на совещании с вице-премьером страны Александром Хлопуниным. Также в повестке дня вторая очередь бзугинских очистных сооружений, вопросы водоотведения и насекомых-вредителей. Будет поднят и вопрос медицинской вакцинации населения от ротовируса. Проблема, которая достаточно часто омрачает отдых туристов. Инга Габеши, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Красная Поляна стала лучшим местом для отдыха в Евразии по версии Форбс. Об этом сообщает администрация Сочи. Главными достоинствами сочинского курорта считают не только живописную природу. Здесь туристам предлагают массу развлечений – походы, переправы через реки, джиппинг, различные спортивные соревнования. В топ-10 лучших горных курортов попал еще один российский представитель – Шерегеш в Кемеровской области. Он занимает четвертую позицию. Второе и третье место Форбс отдал казахстанскому Чимбулаку и азербайджанскому Шахдагу. Красная Поляна оставила далеко позади такие известные туристические направления, как австрийский Инсбрук, французский Биориц и швейцарский Санкт-Мориц. Кстати, единый скипас на горнолыжных курортах Сочи может появиться уже в ближайшем зимнем сезоне, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя курорта Роза Хутор Сергея Бачина. По его словам, в первое время это будет единый проездной билет. Реального объединения трасс можно ожидать не раньше, чем через три года. Единый скипас подразумевает две составляющих – единый билет и единую зону катания. Единый билет можно выпустить к этому сезону. По нему можно будет кататься везде, а перемещаться между курортами на автобусе. Три года нужно для реального объединения трасс и подъемников. Да и то при условии открытия соседнего курорта Альпика-сервис в этом году, сообщил Бачин. Создание единого лыжного проездного тормозится в связи с тем, что разные курорты имеют разные системы считывания билетов и требования к отчетности из различных форм собственности. Также стало известно, что предстоящей зимой цены на скипасы сохранятся на уровне прошлого зимнего сезона. Четвертый этап российской дрифт-серии, который пройдет 7 и 8 июля в Сочи, дополнит насыщенная развлекательная программа для зрителей. Гости и жители курорта смогут не только увидеть яркое автоспортивное шоу, но и стать участниками дрифт-такси или парных заездов на дрифт-трайках, испытав на себе, что такое управляемый занос на максимальной возможной скорости. Также будет открыт вход в спортивный парк, где расположены гоночные автомобили и можно увидеть известных пилотов. 8 июля перед соревнованием зрители ждет парад пилотов и автограф-сессии с гонщиками. Среди участников соревнования такие именитые дрифтеры, как Георгий Чевчан, Степан Азаров, Алексей Бобровских, Аркадий Цареграцев, Евгений Ружейников и Павел Бусыгин. Для детей дошкольного возраста в сопровождении взрослых организуют бесплатный вход. 7 июля в Сочи пройдет День пловца. В этом году он проводится в юбилейный 15 раз. Мероприятие состоится на пляже Маяк. Соревнование будет проводиться среди нескольких категорий участников. Воспитанники спортивных школ, ветераны спорта, представители трудовых коллективов и дети из лагерей дневного пребывания. Помимо соревновательной части День пловца включают в себя показательные заплывы в стилях баттерфляй, брас, на спине, вольный стиль, выступления творческих коллективов, эстафеты на воде и суши, работу разнообразных точек активности. Сбор и регистрация участников в эту пятницу на пляже Маяк в 8.30 утра. Сочи стал претендентом на проведение чемпионата мира по боксу в 2019 году. Федерация бокса России направила соответствующую заявку, сообщает Интерфакс. В организации высоко оценивают шансы на победу заявки, заявил генеральный секретарь Умар Кремлев. В Федерации бокса России отметили, что шансы у Сочи высоки. Здесь отличные условия для турниров такого уровня. Всего же на проведение чемпионата мира 2019 года есть пять претендентов. Решение о проведении организационного конгресса будет принято 24 июля в Москве. Первенство Сочи по теннису на призы Евгения Кафельникова стартовало сегодня на курорте. Награды разыгрывают 100 юных теннисистов. Все они воспитанники девятой городской спортшколы. Слово Инги Габешия. Турнир на призы Кафельникова проходит по согласованию с самим олимпийским чемпионом. Поддержать ребят в их начинаниях он планировал лично, но приезд в родной город пришлось отложить. И все же на корты Ривьеры Евгений Кафельников сегодня вышел только младше. Семилетний племянник самого титулованного теннисиста в истории России ракетку взял в руки сразу, как только научился ходить, рассказывает дедушка, старший тренер спортшколы Александр Кафельников. Сегодня же в обязательной программе юного спортсмена не только тренировки, но и просмотр турниров с участием знаменитого родственника. А ты смотрел, как мой дядя играет? Да. А что ты? Ну и твое мнение? Нормально. Мой дядя лучше всех играет в теннис. Я тоже хочу так научиться играть. То, что на школьном турнире разыгрывают призы Евгения Кафельникова для спортсменов, конечно же, огромный стимул, но большей мотивацией для воспитанников станет встреча с олимпийским чемпионом. Я отец, что отец олимпийского чемпиона. Они поймут, когда он приедет через две недели, три, когда он с ними поиграет, и вот они познакомятся, тогда они поймут, кто такой. И все, и покажет им олимпийскую медаль. Корты парка Ривьера теннисисты считают особенными и даже везучими. Здесь, помимо Кафельникова, потренировались и играли Шарапова с Весниной. Сегодня их знает весь мир, и в первую очередь на них равняются юные сочинцы. Я хочу стать первой ракеткой мира. Хочу познакомиться с Евгением Кафельниковым. Мы хотим посмотреть, как Евгений Кафельников играет, как он держит ракетку, как он бьет. Нам важно это увидеть. Встреча, а точнее мастер-класс с победителем, Ролан Гарос, обязательно состоится, обещают в спортшколе. А пока ребятам необходимо подтвердить свои спортивные разряды и разыграть кубки и медали – главные награды для спортсмена. Очень много перспективных детей. Они участвуют очень многие и в первенствах в чемпионатах края, и в ЮФО, и периодически даже на Россию уезжают. Порядка шести человек у нас входит в состав сборной Краснодарского края. Следующий турнир, к которому будут готовиться сочинские теннисисты – это первенство Краснодарского края. Соревнования пройдут в сентябре в Сочи. Инга Габеши, Адемид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.